ВСЕМИРНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК В какой другой стране мира можно совместить путешествия в доисторические времена с космическими полетами в будущее и прекрасной кухней? Франция — туристская Мекка. Осталось ли в ней что-либо неизведанное? Франция расположена в Западной Европе, и мой путь пролегает через северные и северо-западные регионы. Начало на пляжах Нормандии, Монсан-Мерсан и фольклорная Британия. Затем вдоль берега Паде-Кале — поворот к водяным мельницам, гигантам и местам военных битв Первой мировой долине Сом. В завершении — игристая шампань. Северная Франция Я в Нормандии, французской провинции. Англия вон там, вот Ла-Манш. А этот кусочек суши знаменит во всем мире как место самой решающей битвы Второй мировой войны — операции под названием «Высадка в Нормандии», кодовое название «Оверлорд». Освобождение Франции началось 6 июня 1944 года, когда объединенные силы союзников высадились на побережье. Кодовые названия этих стратегических пунктов были «Сворд», «Джуно», «Голд», «Амаха» и «Юте», где нахожусь я. Центрального музея дня высадки «Ди-Дэй» нет. Все памятные места и мемориалы рассредоточены по берегу на протяжении 50 миль. Чтобы все осмотреть, можно взять напрокат велосипеда или машину, или, как я, повстречать настоящего француза с американским джипом времен Второй мировой. Мой тур дня высадки начался с пляжа Юта в городе Сан-Мер-Эглиз, где в ночь до высадки были сброшены парашютисты. Это господин Раймон Парри. Он был 20-летним добровольцем. Он был здесь в ночь десантирования парашютистов. Он последний оставшийся в живых француз свидетель этого невероятного события. В ночь перед высадкой Раймон с товарищами собрались вокруг этого насоса, когда по трагической случайности один из парашютистов угодил прямиком на городскую площадь и опустился на глазах немецких солдат. Они немедленно открыли огонь по беспомощному парашютисту. Мы стояли там и смотрели, как раскрывались парашюты. Я поднял руки и закричал, что это спускаются союзники. Некоторые парашютисты, как Джон Стилл, сумели скрыться. Он зацепился за шпиль церкви и притворился мертвым. По сей день на шпиле болтается манекен, напоминающий о том, что каждый год город встречает американских военных. Каждый год в городе проходит празднование Дня высадки, поэтому он стал местом паломничества для молодых десантников, которые хотят повторить историческую высадку. Энтузиасты всех возрастов приходят посмотреть на шоу, а может и почувствовать радость и волнение первого освобожденного французского города. Это великая честь, быть частью истории, совершая прыжок на священную землю. О каждом пляже и деревеньке на побережье найдется история. В Лан-де-Лок американские десантники взобрались по скалам, невзирая на тяжелый обстрел. Мост Пегас был взят британцами в жестокой битве. Вдоль всей дороги встречаются мемориалы и кладбища, такие как Колвиль-Сюр-Мер, американское кладбище. В этой брошюре сказано, что на этом кладбище 9387 могил. Одно дело читать, но совсем другое быть здесь и видеть имена погибших на надгробных плитах. Это сродни паломничеству, приходить сюда, чтобы поразмыслить над тем, что мы в долгу у этих храбрецов, которые прыгали прямо в пекло. Это очень трогательно приезжать сюда, касаться этих вещей. У меня нет слов, чтобы описать эти чувства. Когда я вернусь домой, то буду помнить, какую жертву принесли французские, английские и американские солдаты и граждане, чтобы отвоевать свободу, которая есть у нас сегодня. Мне нравится завтракать во Франции. Обеды мне тоже нравятся. Ужин великолепный, но простота завтрака – ни тебе яиц, ни бекона, ни оладьев, ни пирогов. Это просто кофе и круассан. Однако надо знать, как заказывать кофе, потому что обычно получаешь эспрессо. Если хотите кофе с капелекой горячего молока, надо заказывать нуазет. Если эспрессо с большим количеством горячего взбитого молока, то кафе-крем. А если хотите традиционный американский кофе, заказывайте кафе-американы. После сырости нормандских пляжей я направляюсь через полуостров Катентин к известному аббатству Мон-Сан-Мишель и рынку Врен. Раз в три года сюда приезжают три миллиона людей. Не считая Парижа, это самое популярное среди туристов место во Франции. Сюда можно приехать на машине, однако я выбрала путь пилигримов и пришла сюда пешком. Пешие прогулки приурочены ко времени малой воды с апреля по октябрь. Чтобы пройти четыре мили, требуется около двух часов. Прогулка доставляет удовольствие. Можно поразмять ноги и почувствовать тепло, идущее от песка. Это опасно? Если с гидом, то нет. Значит, нужно идти с гидом. Да, гид точно знает, когда можно начинать, а когда нужно торопиться домой. Что может случиться, если гида нет поблизости? Зыбучие пески. Правда? Да. Особенно рядом с реками, недалеко от Мон-Сан-Мишель. В окрестностях Мон-Сан-Мишель есть зыбучие пески? Да, нужно быть осторожными. Если случайно попадаешь в зыбучие пески, есть чего опасаться. Если ты попадаешь в зыбучие пески, и это не было безпорпоставлено, мне кажется, я погружаюсь вглубь, как будто кто-то хватает меня за ноги. Я не чувствую левую ногу. Я смеюсь не потому, что это смешно, потому что я нервничаю. Ну ладно. Наверное, здесь у меня получится. Итак, как отсюда выбраться? То одна, то другая. После того, как я привела себя в порядок на станции очистки ног, расположенной как раз на подходе к валу, я последовала за потоком туристов и перегримов мимо броских сувенирных магазинов к аббатству Мон-Сан-Мишель. Песчаный залив, который я только что пересекла, покрыт водой. Прилив вокруг Мон-Сан-Мишель известен своей стремительностью. Во время Французской революции здесь была тюрьма. Но большую часть своей тысячелетней истории это чудо архитектуры было духовным магнитом для пилигримов, преданных Святому Михаилу. Нет нужды представлять монахов, населяющих стены этого древнего монастыря. Несмотря на туристов, они здесь. Однако сегодня, вместо того, чтобы украшать рукопись рисунками, они создали свою страничку в интернете. Суббота. Во Франции в этот день можно найти рынок под открытым небом и сделать необходимые покупки для пикника. Я научу вас ключевой фразе французского языка. Уэй-ле-Марше. Где находится рынок? Они повсюду, и каждый имеет особенную специализацию. Возьмите с собой мелочи, не бойтесь практиковаться во французском. Это очень полезно. Во Франции прекрасная система железнодорожного сообщения. Билеты с особыми скидками. Нужно лишь помнить о том, что билет необходимо прокомпостировать в маленькой оранжевой машинке недалеко от рельсов. Билет необходимо проштамповать или что-то в этом роде. Наверное, так. Это Trans Grand Vitesse. Самый быстрый поезд в Европе. Эта система обслуживает все крупные города Франции. Однако я направляюсь в городок под названием Пон-Лаве, а этот поезд идет до Кампеп. Пересадка может оказаться проблематичной. Не знаю, может, там будет автобус.